Светлана Кузнецова Светлана Кузнецова Другие это голландские ты имеешь в виду? Небольшая недооценка соперников Ну и когда матч сложился неудачно Стало ясно, что надо было ставить Касаткину Во второй день на первый матч Не обидно такое читать? Я это не читаю Хорошо, не обидно такое это сейчас слышать Со ссылки на Шамиль Амверович А что ты цитируешь? Я Шамиль Амверовича очень уважаю И не хочу придираться к словам Я знала его позицию Меня спросили, если я готова играть Я согласилась играть Я сказала, что Анастасия как скажет, так и будет Потому что я в принципе доверяю ее мнению Я от себя сделала все, что могла Конечно, не была свежа, как огуречек На следующий день после четырехчасового поединка Четырехчасового? Да, в субботу мы закончили 8 вечера Четырехчасовой матч У меня были шансы на победу Я, да, возможно, не показала свой лучший теннис Но это невозможно, в принципе, каждый раз показывать лучшую игру Я знаю, что нас ожидали гораздо большего Я сама ожидала большего от самой себя Больше, в принципе, нечего сказать Просто очень много критики идет в наш адрес Но, по большому счету, я не знаю Получается, критика и из вне, и изнутри, получается Из федерации Ну, Шамиль Амверович недоволен был и финалом И сейчас недоволен Ну, это нормально, наверное, да? Отхватная реакция Я не знаю, я не считаю, что Настю надо так прямо постоянно в СМИ описывать Я считаю, что Настя собрала очень дружную команду Настя имеется в виду Анастасия Мыскина, да Я считаю, что Настя делает очень хорошую работу Потому что собрать состав такой, каким мы сейчас играем И чтобы всем девочкам было комфортно Вот даже в команде Евгения Александровна Манюкова, тренера Екатерины Макаровой Она сказала такую вещь, говорит Как только у нас такой дружный, сплоченный состав Когда всем здорово и комфортно, к сожалению Мы проигрываем Проигрываем, да, что в принципе нонсенс И на самом деле в команде атмосфера замечательная Даже Маша Шарапов вписывается очень здорово в команду Все абсолютно хорошие Ну потому что она в принципе такой очень индивидуальный игрок Она очень мало общается со всеми другими коллегами по цеху Во время игры или вообще? Во время целого сезона То есть Маша на Кубке Федерации это один человек Маша вне Кубка совершенно другой человек То есть она входит в ритм команды, в общение И все получается здорово И все как бы едины Ну когда видишь Машу на турнире после Кубка Федерации И Маша говорит привет И проходит дальше Но это нормально Я не осуждаю Я считаю, что это ее выбор И это здорово Ей так помогает И она так привыкла жить И она не должна из-за чего-то мнения менять это Скажи, пожалуйста Вот тебе, как человек, который уже далеко не первый год в теннисе Каково это работать под руководством Бывшей фактически коллеги, подруги по сборной команде И вот неожиданно Анастасия Мыскина Из такой, скажем так, именно коллеги Переходит в разряд руководителя Непосредственно Вот этот вот психологический перелом И для тебя И для девчонок, которые играют Ну, наверное, если это можно сейчас высказать мнение самой Мыскиной Нам очень просто с ней общаться Мы на ты? Да, ну, конечно, мы на ты Я с ней играла много матчей Она прежде, чем стать капитаном сборной Она со мной тренировалась Она меня тренировала То есть мы с ней работаем вне рамках Кубка Федерации Также я еду сегодня на тренировку После того, как Настя встречается с Шамием Мерычем Торпищевым Мы сегодня также тренируемся То есть Тренировка, это получается реально на тренер ты подопечный Или это просто спарринг? Ну, условно говоря Нет, спаррингом она моим не может быть Я спаррингую с мальчиками То есть с ребятами, кто сильнее меня И физически, и по удару Настя приходит, как бы дает упражнения Мячики кидает Так же, так же кидает мячики Говорит, что нужно делать И как видит мою игру Конечно, опыта еще она не набралась В плане тренера Она поехала с одним доктором И с полной командой девочек Которые никогда не играли за сборную Просто, ну, все отказались Потому что у всех свои графики Начну сразу же, опять-таки, с твоей цитаты Что дурацкие правила Нужно обязательно попасть на Олимпиаду Почему мы говорим про Олимпиаду Исключительно через призму Кубка Федерации И в основном и перед игрой с Голландией И сейчас, я уверен, будет много разговоров Именно про то, что необходимо участвовать в Кубке Федерации Если хочешь добраться на Олимпийские игры Что за догон такой? Прости за слово Изначально у нас две федерации в теннисе Которые Враждуют, фактически Да, да, это ITF Международная федерация Международная, которая проводит Кубок Федерации, Олимпиаду и Большие Шлемы И WTA Ну, WTA, ATP Тур Женский и мужской тур Соответственно, у нас свой график тура И нам включают каждый год играть в Кубок Федерации Кубок Федерации занимает 3-4 недели И они никогда не могут состыковаться С твоим личным графиком Но я вернулась из Австралии неделю назад Я должна была сейчас принять участие в Кубке Федерации Чтобы мне попасть на Олимпиаду Надо сыграть 3 Кубка Федерации Быть в составе команды Три матча или три Кубка? Три года Нет, три матча Три матча В плане три раза быть в составе То есть вот сейчас играли в Голландии Это один раз считается Соответственно, я не могла поехать Играть все турниры подряд Сейчас в понедельник начинался Питер Следующую неделю в понедельник начинается Дубай Потом начинается Доха Ужас Я играла вот сейчас в Кубок Федерации В каком бы я состоянии приехала бы играть в Питер То есть надо выставлять приоритеты У меня приоритет, конечно же, попасть на Олимпиаду И мне было обязательно играть То есть хочешь на Олимпиаду? Ну, конечно Конечно хочется играть в Олимпиаду Опять же, из Олимпиады меняется наш личный график После Умблдона соревнования совершенно по-другому ложатся Там, если хочешь играть в большие турниры Кто-то ставит, например Кто-то говорит, я не буду играть в Олимпиаду И поедет играть в Торонто, в Америку Ну, а после Торонто ехать играть в Рио Потом возвращаться в Америку Это тяжело Ну, а почему для тебя Олимпиада это важно? Действительно Ну, кто-то вот раз в Торонто Нет, ну в Торонто тоже спортсмены Нет, ну в Торонто каждый год играется Я играю профессионально с 16 лет в туре То есть у меня уже 15 или 16 год Я уже не считаю И Олимпиада раз в 4 года У меня отец вырастил 7 олимпийских чемпионов Мама 6-х чемпионка мира Никогда не участвовала в Олимпиаде Мой брат серебряный призер на Олимпиаде Ну, как бы невозможно пропускать Ты не можешь пропустить Семейная традиция Скажи, пожалуйста, смотри Есть ВТА Тур, есть ITF Есть же другие виды спорта Ну, тот же самый хоккей Где НХЛ, Международная федерация хоккей Все время они сидят, обсуждают Поедут ли лучшие хоккеисты на Олимпийские игры Рано или поздно они приходят к нужному знаменателю К общему знаменателю И мы видим действительно элиту хоккея на Олимпийских играх На твой взгляд, почему не могут две структуры Договориться Очень много денег задействовано внутри Я думаю, в других видах спорта тоже Согласна Но почему-то вот Кубок Федерации, да Он очень Престижный Важный турнир Сборный играет Но это Кубок Федерации, я выиграла его три раза Но каждый год играть Кубок Федерации Это абсурд Так это отставить Олимпиаду каждый год Понимаете, она пропадет ценность этого соревнования Есть ли какие-то условия, при которых ты не участвуешь в Кубке Федерации, но попадаешь на Олимпиаду Или наоборот Получается так, что любой участник Кубка Федерации, независимо от того, какую страну он представляет, как он играет, он может поехать на Олимпиаду? Нет, абсолютно нет, там миллион правил, которые постоянно меняются Я их не знаю всех Я знаю точно, что, чтобы попасть на Олимпиаду Есть специальный, как бы, вау-карт называется Это дается странам, ну, другим странам Вот, допустим, чтобы попасть от России, надо быть в первых 50 теннисистках мира Ну, топ-50 Топ-50 Сыграй три раза за последние три года в Кубке Федерации Ну, и чтобы тебя номинировала Россия Как я понимаю, вот это основное правило То есть, фактически, Шарапову сейчас привозили, как такой экспонат на матч Кубки Федерации Вот, это именно Исключительно из-за того, чтобы... Именно, именно Бред Изначально я приехала в Поль, в Прагу, да Я хотела играть за сборную, но места уже там не было Я была пятым номером, я просто болела за девчонок Изначально правило было, что если я номинирована, то мне это засчитается А потом они просто взяли и изменили правила, и мне пришлось играть еще один раз Понимаете? То есть, они постоянно меняют правила На твой взгляд, есть ли какие-то шансы, что вот эта вот, ну, патовая ситуация каким-то образом изменится? Будем надеяться Сейчас изменился президент КУ... WTA у нас Я надеюсь, Тура, да У него совершенно другая политика Я, если честно, вообще не знаю про это ничего Но будем надеяться Свет, можно за жизнь просто поговорить? Поскольку теннис, большой теннис Это не только спорт, но еще и шоу-бизнес немножко Все равно в этом теннисе это достаточно индивидуальный вид спорта Нужно себя проявлять и в других качествах, не только как спортсменка Вот скажи просто, есть какие-нибудь хитрые приемчики, уловки? Допустим, у Маши Шараповой мы знаем этот знаменитый крик Ты считаешь, что это ловко? Ну, это ее уже естество, но мне кажется, иногда это уже работает и на публику в том числе, да? Маша воздействует на соперник, воздействует на публику Скажи, пожалуйста, вот есть у тебя лично такие вот приемчики? Вообще, насколько это вот распространено в теннисе? Ну, как бы, мне кажется, Маша, она такой профессионал, прям с большой буквы Я ее за это очень уважаю Она очень много занимается пиаром вне корта И как-то это может так все совмещать с теннисом И очень хорошие результаты показывает Я уверена, что она не специально А это она сама занимается пиаром вне корта? Или все-таки есть какие-то имиджмейкеры? Нет, конечно, это агентство, которое ее ввело с самого начала У тебя есть такие? Она все это с самого детства проводилась Она живет в Америке, это совершенно другой Ну, хорошо, у тебя есть имиджмейкеры, пиарщики? Которые помогают тебе продвигать твое бренд Светлана Кузнецова Вне корта Ну, стараемся работать над этим Вот это хорошо уже Не договаривает, стараемся, работаем Будем работать над вопросом Все-таки, Свет, ты уже, ну, не то чтобы олдскул, прости, да, за выражение Но все-таки очень опытная уже теннисистка, да, и... Ну, меня ветераном называют Ветеран Можете прийти Ветеран Сейчас есть какие-то тенденции в теннисе, которые тебя не устраивают? Ну, мы помимо вот правил, то, что мы сейчас говорили То есть изменился ли теннис с той поры, как ты, допустим, занималась, да? Как ты пришла в сам теннис Когда ты пришла И то, что сейчас происходит Ну, мне, конечно, не так нравится, что уровень вырос Но это здорово для тенниса Как бы нельзя расстраиваться по этому поводу Раньше, когда... Уровень за счет чего, прости? Уровень, общий уровень всех девочек Всех готовности, боевой готовности То есть сейчас все очень много проводят время на корте В тренажерных залах Готовится Каждый круг любого турнира Большого шлема Он тяжелый Уже не бывает легких Проходных таких матчей нету Нету, нету Абсолютно раньше Когда я начинала И ты там, я была четвертая, пятая в мире Первые раунды были очень легкие Как бы начиналось И мне не устраивает календарь Я это всегда говорила и буду говорить Потому что невозможно отдыхать Ноябрь месяц только А когда сестры Уильямсу идут, ветераны? Это надо у них спросить Сирена никогда не отвечает Надо вопросом, пока она выигрывает Я думаю, что вряд ли Понятно Ну ты говоришь, что увеличивается, соответственно, да Уровень скорости, насколько выросли при этом У тебя какая подача самая максимальная? Скорость была Ой Помнишь, нет? Ну вот сейчас Кубок Федерации Случайно посмотрела на табло Было 181 Которая попала Конечно же, можно не попасть и посильнее подать И один раз вообще он показал за 200 Но мне кажется, он ошибся А это иногда, знаете, радары тоже у гаишника Говорят, о, ты за 200 ехал Нормально А скажи, пожалуйста, я все-таки ближе к спорту Поскольку, опять-таки, придется тебе участвовать в Кубке Федерации Мы хотим на Олимпиаду с белорусской сборной А я уже отыграла свои Все, то есть тебе по барабану это сборная Беларуси Ты будешь играть или нет против сборной Беларуси? Ведь фактически этот матч будет плей-офф Остается сборная России или нет в элите? Мы еще не отошли от этого Кубка Еще очень рано говорить о сборной А матчах в Беларуси Но ты в курсе вообще, что отжеребились и попали на Беларуси? Видела, видела в Твиттере У меня это вышло на моей первой страничке Что мы играем с Беларуси Очень тяжелый сезон Очень тяжелый сезон И он прямо идет Кубок Федерации идет Опять же, сочетается очень плохо с графиком теннисистов Для меня я делаю акцент большой на грунтовый сезон И этот кубок идет прямо перед началом грунтового сезона А грунтовый сезон требует для себя отдельной подготовки Это 2-3 недели И она другая совершенно Совершенно другая И опять же, если я еду играть за сборную Я настолько выкладываюсь Я настолько опущена после этого Что мне очень сложно играть в мой личный график Я не знаю Опять процитирую тебя Теннис, спорт-одиночек Всем вместе очень сложно собраться Все соперницы Для чего тогда нужны вот эти командные соревнования? Если это спорт-одиночек И всем Ну, в принципе, по большому счету Вы соперницы Конечно, мы соперницы Но мне нравится, например, командное соревнование Я вообще командный игрок И я получаю огромное удовольствие Играть за сборную Мне потом очень сложно переключиться И играть в свой личный график Поскольку ты там уже один Ну, конечно, постепенно привыкаешь Это такой другой формат соревнований Мне кажется Ну, организаторы всегда пытаются Во-первых, заработать побольше денег И придумать что-то другое Для болельщиков То есть практически в любом виде спорта так происходит В фигурном катании Вон, да, происходит точно так же Эти командные введены были и так далее Верно, верно В какой степени нам потребовал публики И в какой-то степени для того Чтобы коммерческую сторону спорта учились У нас сейчас также У нас вот я говорю Что у нас очень тяжелый график И у нас сейчас вводят показательные выступления Люди, вот, допустим, в Индии Показательные выступления? Показательные Я в этом году ездила играть Понимаете, финансовый вопрос Он тоже также очень важен И когда там очень Там нереально другие суммы денег платят Ну, как бы И люди, вот, девчонки молодые Играли две-три недели Это в Индии В Эмиратах В Сингапуре Вот они три недели В трех денежных странах Ну, они какую-то лигу создали И там совершенно другой формат соревнований Я приехала на три дня Меня в последний момент попросили Из Дубая до Сингапура Слетала на два дня Это жуткий стресс Эти соревнования Я сказала, что я ни за какие деньги туда не поеду играть больше Ну ладно, ни за какие деньги Не лукафишь, не лукафишь Нет, ну три недели Это ты портишь Тебе могут заплатить очень много денег Но потом ты Сво личный график Ты не можешь играть Потому что ты просто не готов И ты был вылетающий за бой Вот настоящий спортсмен Понимаешь, не денег ради А Родины для А Олимпиады для Олимпиады для Светлана, большое тебе спасибо, что пришла Желаем, конечно же, удачи Успеха на Олимпиаде Потому что мы уверены, что ты уже там Главное, чтобы этот вот чертов вирус Зика там Или кто там Да ладно, мы вирусов не боимся Нет, у нас есть маски И оксалин И оксалиновая мать Здоровый образ жизни Спасибо тебе огромное Удачи И самое главное, хорошего настроения Победы, конечно же Без травм Спасибо, и вам хорошо Счастливо